Это отрывок исторической песни из кобзарского репертуара. С давних времен незрячие певцы путешествовали по Украине и рассказывали народу о том, что было, есть и будет на родной земле. Свои истории напевали под бандуру, лиру или кобзу. Они пели не лишь бы что, не лишь бы когда и не лишь бы где. Репертуар незрячих кобзарей состоял с одной стороны из украинского давнего эпоса. Это думы, исторические и казацкие песни. А с другой это канты и псальмы, то есть духовная составляющая. Кобзари, которые путешествовали по селам и городам, были также информаторами, которые приносили новости. Этнограф утверждает, кобзарям простонарод доверял больше, чем газетам. Именно из-за того, что народные певцы разносили правдивые новости, советская власть пыталась взять их под свой контроль. 96 лет назад, 18 декабря 1920 года, Совет народных комиссаров УССР принял постановление об обязательной регистрации украинских народных инструментов. Процедура сравнима с получением разрешения на оружие. Это оружие страшнее пушек, потому что оно готовит дух. Оно готовит тот дух, который вывел наших ребят на институтскую. И в этом власть всегда видела большую опасность, чем артиллерия, грады, танки или что-нибудь еще. Поскольку они были незрячими, путешествовали по всей стране и жили на то, что люди дадут, их приравняли к попрошайкам и выдали запрет на попрошайничество. Также они исполняли канты и псальмы, религиозные произведения. А религия при советской власти была запрещена. И, наконец, украинские национальные инструменты были признаны буржуазными и националистическими. Они изымались и уничтожались, как и сами носители этих песен. Экономический саботаж, контрреволюционная агитация и участие в националистических организациях – это основные обвинения в уголовных делах против украинских кобзарей. Народные певцы получали годы концентрационных лагерей и смертные приговоры. Все советские газеты бандуристов называли националистами. Сначала посылали нашего брата-фольклориста и регистрировали самих лирников-кобзарей. Деды это понимали, и когда в дом приходил человек с блокнотом, они уже ждали, когда их арестуют. Кроме одиноких дел, советский режим массово уничтожал кобзарей. В начале 30-х якобы был создан всеукраинский кобзарский съезд. Кто на него поехал, пропал. О том, что такое событие готовилось, свидетельствуют протоколы специальной комиссии по проведению кобзарского съезда. В нем указано место проведения Харьков, количество участников около 200 и финансовые расчеты. По некоторым данным, кобзарей расстреляли, по другим вывезли в Сибирь. А украинский режиссер Алис Санин, который всему миру рассказал о массовом убийстве народных певцов в киноленте «Поводырь», придерживается версии подрыва. Мне было важно рассказать историю о том, что нельзя уничтожить культуру, нельзя уничтожить песню. Можно уничтожить армию, но не культуру. Если жива песня и ее кто-то поет, найдется и тот, кто поверит в то, о чем поется. И он возродит вокруг себя войско и вернет свое государство. Именно в это верили кобзари. И в это верю я. За 10 лет с 1930 по 1940 год количество народных певцов с 300 уменьшилось до 40. Но тем не менее, украинцам удалось возобновить традицию и привлечь к ней молодое поколение. Ярослава Джуся среди множества музыкальных инструментов больше всего покорила звучание украинской бандуры. Вместе с друзьями создали группу «Шпылясти Кобзари». Несмотря на то, что у нас есть много выступлений для старшего поколения, мы себя позиционируем как проект, который популяризирует бандуру среди молодежи. Все наши эксперименты связаны с современными жанрами. Несколько месяцев назад у нас был спонтанный сольник в Киеве. Мы собрали аншлаг. Глава Союза Кобзарей был шокирован и сказал, что за 25 лет его работы на бандуру столько людей не приходило. Кроме популяризации народного инструмента, молодые бандуристы разрушают еще один стереотип, что на Кобзе, Лире и Бандуре играют грустные песни. На самом же деле, для праздников украинские инструменты подходят как нельзя лучше. Маргарита Харунджа, Евгений Савицкий, Руслан Белозеров и Ярослав Матюш. Йои Тви. С Новым Роком, Торинством Христовым.